Мы на месте. Мы приветствуем Эрику. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в свое биополе наперед сеанс? Она доверит. Отлично. И я даю команду на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Эрики под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму, и ответственные за эти подключки, воздействие и энергии притягиваются в клетку тюрьму и становятся ее заложником. 1, 2, 3. Скеннер сканирует все 7 тонких тел Эрики, находит все. У меня дракон. Синий, огромный. Хвост торчит из нее. Он вышел сразу. Хорошо. Арахноид. Арахноид. Джин золотой. О, золотой джин. Хорошо. У нее неупокойная душа. Неупокойная душа. Все. Понятно. Хорошо. Значит у нас синий дракон. Считай цифры над головой дракона. У меня пятизначная цифра идет 28-0. Снимаются маски и голограммы. Дракон пристает согласно своему эфирному коду ДНК. 33-15. Понятно. Дракон пытался меня сейчас обмануть? Напугать. Ты меня напугал. Достаю печать дракона. Включаю на полную мощность. Да, будет так, а так и есть. Направляю на него печать семи архангелов. Даю мощнейший удар. Отлетаю в другой угол клетки. Удар. Вот так надо пугать. Он не ожидал такого обращения. Это еще не обращение. Это только начало. Выключаю печать. Он говорит, что он дружеская цивилизация. Я не вижу, с какой ты дружеской цивилизацией. Если ты в самом начале нашей встречи пытался меня обмануть. Ты для меня не дружеская цивилизация. Я проверю сегодня точно, кто ты такой есть. Итак, сколько находился синий дракон в этом биополе из дружеской цивилизации? Он говорит, ты пробил мой бог. Я тебя еще не пробил. По сравнению с тем, что я могу тебя пробить. Он в замешательстве. Я тебя последний раз спрашиваю. Задаю три раза вопросы в этой комнате диагностики. Или ты кооперируешь, или ты уходишь в галактическое ядро. Четыре года. Четыре года. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Семь лет. Джин. Считай цифры над головой Джина. 86, 31. Золотой Джин. Золотой Джин. Хорошо, золотой Джин. Сколько ты находился в этом биополе? Два года. Эти два года. Как твое воздействие сказывалось на ее делах? Он руки в сторону расставил, ладошками кверху крутится и говорит, зарабатывали все. А кто больше зарабатывал? Ты или она? Все. Я спросил, кто больше зарабатывал? Никто. Все зарабатывали в этом и есть. Хорошо, как ты? Наслаждение. Джин, ты можешь только тогда зарабатывать свои золотые монеты, когда она теряет что-то, правильно? И что она теряла, я сейчас спрашиваю? Мою часть заработка забирала я. Зарабатывали достаточно. Какую цену она платила за это? Энергия. Как эти энергии, отсутствие этих энергий сказывалось на ее состояние? Второй раз повторяю. Усталость. Еще что? Она раба работы. И ты это все усиливал, правильно? Нет, я осуществляла заработку. Ты приносил деньги? Финансы. Ты знаешь, Джин, что-то мне, вот какое-то ощущение, ты мне что-то не договариваешь. У меня прям так хочется снять с тебя твою челму и твои все кольца и серьги в соседнюю клетку, для того, чтобы ты чуть более... Я дал тебе повод. Ты мне не дал полную информацию. Что ты мне рассказываешь? Мы оба зарабатывали. Ты можешь зарабатывать только тогда, когда она теряет свои здоровья. Я не сказал оба, я сказал все. А кто еще? Кроме нас двоих, зарабатывали другие. Меня интересует только она этого и ты. Больше никто. Другие меня не интересуют. Я тебе даю последнюю попытку. Ты мне должен рассказать сейчас, что ты делал точно и как она реагировала своим здоровьем или успехом, или не успехом в делах. Скорее всего, последнюю. Он показывает, что он находится в офисе, поэтому зарабатывали все, кто связан с этим офисом. Понятно. Значит, ты находишься еще в офисе ее, да? Да. Кто еще находится в квартире или офисе? Рахноид находится, дракон находится в квартире. Рахноид, дракон и джин. Так все находятся в квартире? Кроме неупокойной души. Джин в офисе, понятно. А те находятся в квартире. Хорошо. Хорошо. Тогда начнем сейчас с реверса энергии, и я обращусь потом к неупокойной душе. Начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Эрике спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в ее биополе. Каналы выстрелили сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэбрационной энергии и откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродного по отношению к Эрике. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Неупокойная душа, представься, как к тебе обращаться? Эльза. Эльза, как давно закончился твой земной путь? Мой путь закончился в 54 года, в 2002 году. А почему до сих пор не ушла с 2002 года, Эльза? Не так легко найти выход. Понятно. Как давно ты находишься в этом биополе? Ты специально пришла на эту, чтобы мы открыли портал? Ты знала? Да, я знала. Я пришла в дом, посчитала, что лучше будет быть в ней и подпитываться энергиями, пока я жду. И сколько ты ждала? 13 дней. 13 дней. Хорошо. Ты пришла для того, чтобы мы открыли тебе портал. Я не смею тебя больше тогда задерживать. Ты готова уходить? Готова. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Эльза уходит в этот портал. Ее куратор встречает, все друзья ее, все, кто ее знают, встречают. Ну что? Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Окончание реверса ждем. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Эрика забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Эрика себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Посмотри, что от кого возвращается. Меня интересует джинн и дружеская цивилизация синего дракона, как он назвал себя. Синего дракона идет энергии третьего глаза. Синие. Ты транслировал или смотрел? Вернее, что ты транслировал? Меня это интересует. Смотрел иногда, транслировал, давал небольшой кусок информации. Какой, например? Ответы на вопросы. А забирал что? Энергию. Энергию. Какие? Третьего глаза, да? Реверс закончился. Хорошо. Начинаем тогда сейчас Джина. Джина выходить не надо. Он может на месте собрать всю свою пыль и свои подключки. Приступай, Джин. И как закончишь, доложи. У нее как накидка по плечам и вниз идет. Да, шлейфом таки. Ну и как эта накидка действует? Золотами энергии. Хорошо, Джин. Как она действовала этой накидкой? Делала ее властной королевой. И притягивала деньги? Или нет? Или наоборот, не выпускала какие-то энергии? Она делала ее властной. Хорошо. В рабочей атмосфере. И это приносило деньги. Везде есть последовательность. Хорошо, Джин. Собирай все. Все забрал. Арахноид. Выходи, собирай всю свою паутину, иголки, ничего не забывай и возвращайся назад. Приступай. Докладывай готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, он просто сгорит. Подожди секунду. Джин в нее вытянул эту накидку. Да. И с ног вытянул, как золотые туфли. Да ты что, Джин. В которых она должна была бесконечно работать и думать и работать. Но это серьезная нагрузка, конечно, на человека, Джин. Он говорит, что золото любит работу. Кому ты дал команду? Я дал команду. Арахноид выходит, вытаскивает паутины и свои иголки. Пошел процесс. Волосы, уши. Что там было, Арахноид? Каша в голове или боли? Или что было? Мигрень? Мне как стреляло в голове что-то. Голова и дальше затылочная часть. Это значит, что его работа была, когда стреляла в голове, да? Да, голова и спина. Верхняя часть. Ну, я думаю, Эрика знает эти симптомы. Теперь она видит ответственного. У кого из присутствующих есть контракт с Эрикой? Подожди секунду. Знаешь, он у нее со спины снимает иголки. И на этих иголках у него как инкубатор, что ли? Вата? Инкубатор. Инкубатор? Ничего себе. Устроился Арахноид. Войнется все. Хорошо, синий дракон. Выходи, вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью. Возвращайся, докладывая готовность к проверке. Приступай. Контракт у меня с Джином. Джин, у тебя контракт есть. А что ж ты так молчишь, стоишь тихонечко? А у тебя, оказывается, контракт есть. Ну, значит, тогда ты никуда не уйдешь. А я уже собрался тебя отпускать. Красный дракон, синий дракон снял плату. Все, все, сняли. Даю команду на рассинхронизацию. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Ей трудно с Джином рассинхронизироваться. Без этого контракта? Да. Пусть давай, пусть дойдет до конца, другие пусть рассинхронизируются, а я потом сейчас уберу контракт и потом рассинхронизирую его отдельно. Другие готовы. Переходим к аннулируемым контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями. Эрика должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать. Готова. Я говорю слухи о том, как копия повторяет за мной. Я. Соглашение к контрактам и договорам. Договоры выходят активные, подсвечиваются. Но он вышел в большой золотой контракт. Хорошо. Итак, Джин, что там в этом контракте стоит? Ставим монитор, Вера, пошла информация. Достаток. Взамен на? На энергии. И сколько процентов энергии и как долго? Действие контракта на эту жизнь? Без окончания. Без окончания. Срока нету. Это значит и в следующей жизни то же самое. И дальше, и дальше, и дальше. Правильно? В земной жизни может быть. Не понял. В следующей земной жизни может быть. Мог бы быть. Так будет правильно сказано. Итак, обращаясь к Эрике Эрика, вы готовы расторгнуть эти контракты? Готово. Повторяйте за мной. Внутрия властью. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Вернулись энергии. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро, и все аннулированные контракты уходят на переработку. Аннулирован. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Эрики с Джином. Один, два, три. Пошла рассинхронизация до ста процентов. Готово. Хорошо. Итак, Джин у нас сидит в офисе, арахноид с синим драконом сидят в квартире. Правильно? Да. Хорошо. Отпускаю сейчас Джина в офис. Джин собирает всю свою пыль, ничего не забывает. Я прихожу, проверяю, открываю ему портал, отпускаю его на его чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в офис. Эрики, один, два, три. Джин уходит в этот портал, дождается нас там. Собирает все. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, синий дракон вместе с арахноидом. Буду сейчас отпускать вас в квартиру. То же самое, снимаешь платы, снимаете паутину, все забираете свое, дождаетесь меня. Все понятно? Да. Открываю портал в квартиру Эрики, один, два, три. Синий дракон и арахноид уходят в этот портал, дождается нас. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, поехали дальше. Хорошо, я даю команду скэнеру просканировать на полноту души. Эрики, один, два, три. Не, сто процентов. Отлично. Эрика, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я счастлива. Замечательно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу квартиру и сразу приступим к ее чистке и потом перейдем к офису и собаке. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Эрики в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Квартиру ты видела? На счет 3 ты переносишься к входной двери квартиры. Один, два, три. Ты стоишь перед входной дверью квартиры. Да, я здесь. Входи в квартиру. И я даю команду. Значит, здесь синий дракон. Джин, синий дракон. Джин, а здесь нет. Не, а, Джин, синий дракон, да. Арахноид. Арахноид. Бес. Бес. Две воронки. Две воронки. Все. Хорошо. Синий дракон, ты все собрал? Да. Хорошо, я тебя предупреждаю в следующий раз, не шути так, потому что я таких шуток не понимаю. Тебе понятно? Понятно. Я хочу получить от тебя слово синий дракон, потому что ты больше никогда не войдешь в это биополе, в этот дом. Он хочет объяснить. Давай. Многим из вашей профессии хватает, что мы раздуваемся до невероятных уровней. И это не может быть раскрыто. Но это сбивает с толку, и вы не знаете, как себя вести от наших размеров. Именно это я и пытался сделать. Дилетанты это кушают. Понятно. Я даю слово синего дракона. Хорошо. Мы профессионалы, поэтому у нас другой подход к этому делу. Хорошо, дракон, я принимаю твое слово. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Синий дракон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Есть. Арахной, ты все собрал? Он все собрал. Готов уходить? Он показывает, он собирал. Здесь в нижний этаж небольшой шкаф или что это он там находился. Вверху тоже была его паутина везде. Везде? Он все снял. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахной. Да, один, два, три. И арахной забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяем. Готово. Хорошо, считай цифры у беса над головой. Восемь. Восьмерка. Хорошо, бес. Ты здесь хозяйничал, да? Да. Собаку обижал? Да, он как на лошади на ней ездил. Понятно, хорошо. Хорошо, значит, мы сегодня будем все это убирать. Сначала выходи, собирай все свои комочки, сеточки, одеялки, все, что ты раскидал в этом доме, и возвращайся назад, докладывай мне о готовности к проверке. После этого мы с тобой почистим собаку, я все выберу оттуда, уберу. Потом мы пройдемся с тобой по квартире, ты мне покажешь порталы. И когда мы закончим, я соберу весь негатив в этой квартире, отдам тебе в дорогу. Вариант устраивает? Да. Давай, приступай. У него все так много, оно тянутое, бегает, забирает их. Хорошо. Капки красные, разбросанные. Это все нервозные. Под лестницей. Конечно, когда люди наступают, и нервные становятся. А под лестницей это любимое место. Куда оно все падает еще? Прибивается, он говорит. Прибивается, да, вниз. Он все собрал. Хорошо, давай сейчас сделаем следующее. Возвращаемся все к клетке. Я даю команду, на счет три появляется тонкая копия собаки Сари. Один, два, три. Да, есть. Привет, собачка, обижает тебя тут, да? Показывает, он на нее одел кокос, дул. Понятно, хорошо. Даю команду, на счет три включай внутренний белосвет Сари. Один, два, три. Сари снимает все себя, все это уздан, носочки, все красные энергии, черт беса. Все выходит негативно и патогены формируются в шар. Начихать начинает. Все выдавливаем полностью. Все остаточные энергии фантома, все выходит. Не, на ногах. Носки. Носки, да. И вот эта узда, он ее как лошадь пользовал на скачках. Потому она иногда уставала и тяжело было. Она лежала и не хотела вставать. Ну вот поэтому и сил не хватало. Понятно, хорошо. Все эти носки. Вышел шар. Все носки ушли? Да, в шар. Все ушло? Отлично. Открываю портал в галактическое ядро под шаром. Он уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Даю команду на счет три в макушку головы. Сари начинает поступать. Необходимое количество собачьей энергии. Один, два, три. Энергия пошла. До комфортного уровня. Поднимаем. И частота вибраций поднимается до комфортного уровня. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Ну как, Саря, лучше тебе? Хорошо себя чувствуешь? Накивает. Скажи мне, ты хочешь передать что-то хозяйке? Может, тебе хочется какую-то пищу другую? Может, тебе хочется какую-то игрушку? Может, у тебя есть какие-то желания? Мы все передадим. Скажи Вере, а я передам хозяйке. У нее нет таких желаний. У нее есть сожаление, что иногда она не может быть полезна своей хозяйке, как бы она хотела. А как бы она хотела? Она показывает на этого бесса. Она бы хотела защищать от них, но у нее не получается. Она сама попала под их власть. Саря, не беспокойся. Я сейчас всю эту квартиру почистим. Здесь больше ничего не надо будет защищать. И ты можешь спокойно быть хозяйкой в этой квартире. Больше здесь ни порталов нет, никаких негативных энергий. Тебе здесь будет хорошо. Все понятно? Да. Не надо никаких переживаний. Все будет отлично. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию собаки Сарьи в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу каждой клеточки, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Готово. Хорошо, Бес, пошли, закрываем порталы. Показывай, я буду закрывать. В ходе зеркало волнуется. Под ним открываю портал, галактическое ядро. Засасываю туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатаем, растворяем. Пошли дальше. Там есть наверху окно, как в крыше, что ли, стеклянное. Это окно, да? Да. Под ним открываю воронку в галактическое ядро. Засасываю туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатаю, растворяю. Есть. Хорошо, дальше. Ванной пол. По всему периметру пола в ванной открывается в портал в галактическое ядро. Все. Засасываю туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатаем, растворяем. Идем дальше. За холодильником. Под холодильником внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасываю туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Хорошо. Дальше. Все. Четыре портала. Хорошо, возвращаемся все к клетке. И я даю команду на счет религии, эмоций, мыслей, чувств. Пошел процесс. Готово. Отлично. Большие шары? Средние. Открываю под космическим портал в галактическое ядро. И он уходит на переработку, закрываю, печатаю, растыряю. Хорошо, бес, забираешь этот шар? Забираю. Отправляю бесу. Готово. Хорошо, готово ходить? Да. Бес, больше не приходи, потому что я буду все закрывать. И к собаке тоже не подходи. Все понятно? Понял. Открываю внизу портал против часовой стрелки на чистоте Беса. 1, 2, 3. Бес, забирая, все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...